Итак, друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня видео больше про мышление, про эффективное общение, коммуникацию, а если быть еще более конкретным, по поводу того, как очень быстро выходить из стресса. То есть важная история, связанная с тем, что сейчас очень многие люди находятся в стрессе, причины могут быть абсолютно разные, и суть заключается в том, что если вы еще не смотрели вот это видео по поводу того, какие существуют типы личности, каким образом они характеризуются, что проявляется больше у вас, то посмотрите обязательно сначала его, потому что то, что я буду говорить дальше, оно будет с одной стороны непонятно, с другой стороны неэффективно. Обязательно досмотрите данное видео до конца, я думаю, это может быть одной из самых ценных вещей, которые вы получили за последние полгода вообще, где бы то ни было. Это из продвинутого тренинга процесса модели коммуникации, в котором я расскажу, что нужно сделать, в зависимости от того, к какому типу личности вы относитесь, какой энергии у вас непосредственно больше. Совершая какие-то конкретные действия, можно очень быстро выходить из любой фазы стресса, начиная от начинающегося стресса, заканчивая стрессом, который уже находится не один день, неделю или даже месяц. Это действительно вопрос пользы, которым стараемся сейчас привнести, дать, чтобы люди были более стабильны на эмоциональном плане. Итак, первое, о чем хочется поговорить, если вы очень много оперируете мнениями, запрашиваете мнения, если у вас много энергии упорного, то есть вы постоянно что-то хотите сказать, у вас периодически появляются обвинители, вы обвиняете правительство, вы обвиняете Максима, вы обвиняете маму, папу, детей, работодателя. Ну, то есть вы обвиняете всех, да, вот некие такие пальчиком грозите, да, вот я же говорил, а вы это не сделали. То есть если у вас очень много энергии упорного, да, то есть вы являетесь упорным человеком, то я вам могу сказать о том, что для того, чтобы выйти очень быстро из стресса, работать со стрессом можно в профессиональном плане, можно в личном плане. Сейчас, так как я про богатство семьи, про отношения в первую очередь к семье и стабильности в семье, то есть семья это маленькая ячейка общества, то есть если в семье все хорошо, все спокойно и люди меньше стрессуют, а если стрессуют, быстро выходят из стресса, то комфортнее переждать вот эти вот непростые времена. И это очень важно, то есть это вы, во-первых, должны знать для себя самостоятельно, второе, вы должны как минимум посоветовать своей второй половине посмотреть данное видео, чтобы тоже вы могли идентифицировать, кто является, и позволить, во-первых, самому себе, во-вторых, своей второй половине удовлетворить психологические потребности и быстро выйти из фазы стресса. Итак, если вы упорный, что нужно для этого делать? Делитесь с семьей и друзьями важными профессиональными достижениями, прям делитесь, рассказывайте, найдите человека, который слушает вас, который прислушивается к вашему мнению и старайтесь делиться вот именно профессиональными успехами. Второе, что стоит сделать, если у вас много энергии упорного, это придумывать и высказывать различные убеждения, лозунги и девизы, да, может поработать с маркетингом, да, может предложить какую-то акцию, может быть делать такой сейшн, да, давайте сделаем чистый двор наш, то есть какие-то маленькие локальные акции, это может быть даже на уровне своей семьи. Берете там, я не знаю, детей, берете там супругу, да, и говорите, а давайте вот просто пройдемся, лыжными палочками, да, пообираем мусор. То есть вот такое важное благое дело на благо общества, да, оно будет очень сильно удовлетворять психологическую потребность и будет очень быстрый выход из стресса, замещение стресса вот таким удовлетворением психологической потребности. Третий лайфхак, это для, опять-таки, людей, у которых много энергии упорного, это история связанная с какой-то общественной деятельностью, благотворительной деятельностью. Найдите фонды, найдите подшефные детские дома, хостесы, какого-либо рода благотворительность и выделите средства на благотворительность. Если средств недостаточно, вы вполне можете выступать каким-то волонтером. У вас очень много энергии, да, вы можете зажечь вот этой вот истории, связанной с улучшением жизни других людей, делать ее более комфортной. Начните сборы какие-то, да, то есть сборы в пользу, там, я не знаю, детей Донбасса, да, то есть сборы на военные части, то есть возьмите на себя эту ответственность на уровне работы, да, на уровне семьи, на уровне дома, да, то есть проведите собрание какое-то, чтобы вот такое, какой-то общественную вещь сделать. Причем здесь речь не то, что вы напрямую участвуете деньгами, хотя это его не исключает. Просто это будет история сделать какое-то благое дело, и не обязательно оно большим может быть. Начать можно с малого, которое в дальнейшем может перерасти в большее. Последнее, но не единственное, да, то есть что можно посоветовать людям с энергией упорным, это писать статьи в газету, взаимодействовать со СМИ, когда проходят какие-то публичные слушания каких-то законопроектов, которые касаются вас, касаются темы, в которой вы профессионал, в которой вы хорошо разбираетесь, по какой-то теме у вас есть особое мнение, то в этом случае это не к вопросу о том, что сидеть на канале MaxCapital, да, и давать там гневные комментарии по поводу того, что правильно и что неправильно, а вот именно такие общественные слушания, которые, по крайней мере, можно донести свое мнение до людей, да, и вот писать статьи в средствах массовой информации в местную газету, блок какой-то вести, да, по какому-то определенному вопросу завести YouTube-канал. YouTube-канал, где вы высказываете свои собственные мнения, очень полезен будет. Просто я могу по себе сказать, что я сейчас нахожусь в состоянии, во мне самая большая энергия-то упорного, и вот та работа, которая проводится с каналом YouTube, это очень круто удовлетворяет психологическую потребность, то есть многие говорят, Максим, а куда у тебя делась там истерия, да, что происходит, почему эмоций нет, и ты такой спокоен, потому что у меня происходит удовлетворение психологической потребности, то есть мы обычно раз в две недели записываем видео для канала на YouTube, и здесь происходит раз в две недели, как я очень сильно удовлетворяю психологическую потребность. Я высказываю свое собственное мнение, мне это дает энергию, я достаточно быстро выхожу из стресса, потому что некогда стрессовать, у меня здесь энергии много, взгляд горит, да, то есть я высказываю свое мнение, люди смотрят комментарии, пишут, да, и для меня это интересно, важно и круто. Это что касается упорных, ребят, видео, наверное, будет дольше, чем обычный формат, но нужно понимать, что нужно дать какие-то определенные пояснения, тем более если вы не проходили тренинги, да, и для вас все это ново. Но это прям берете, конспектируете и на внедрение в следующие 48 часов прям запланируете, что вы будете делать. Следующий вопрос, следующий это у нас касается людей, кто находится в энергиях логических, люди, у которых фильтры восприятия этой реальности через призму фактов, цифр, у которых экзистенциальный вопрос, профессионален ли я, это логически мыслящие люди, и что могут делать логики, да, для того, чтобы очень быстро выскочить из состояния стресса и иметь инструментарий для работы с ним. Первое, самое основное, с которым люди сталкиваются, это непонимание того, что договорились о каком-то времени, собрание, идем в кино, да, выезжаем в садик, во сколько мы выезжаем, во сколько мы просыпаемся. То есть домочадцы могут нарушать регламент, могут нарушать время. И для людей с логической, то есть большой долей логической энергии, это просто прям вот очень сильно вышибает из колеи. В этом случае проведите регламент, проведите общение со своими близкими, со второй половиной, со своими детьми, и объясните, что для вас это важно, то есть для вас это является ключевым. То есть сама по себе разъяснительная работа, объяснение того, что для вас это важно, для вас это необходимо, это действительно поможет очень быстро. Сам разговор, да, получение обратной связи, что вы это донесли, и люди начинают следовать, попросите домочадцев, не обязательно этого требовать, да, чтобы вот придерживаясь неких таких регламентов. Ежедневно запланируйте время, потому что я знаю, что у людей с логическим складом ума все расписано, да, то есть у них есть чек-листы, у них есть задачи, которые нужны, у них есть управление проектами, у них есть календарь хорошо заполненный, он может быть электронный, он может быть в органайзере. И обычно это все достаточно плотно идет. И часто у таких людей возникают проблемы и сложности с тем, что они не дают демпфера, да, то есть некого такого временного лага между тем, что они запланировали. Ну, то есть это прям сплошное одно за другим идет. Сделайте для себя за правило, что вы в час выделяете 15 минут демпфера, да, то есть вот этого временного лага, который, во-первых, можете отдохнуть, передохнуть, да, потому что иначе происходит очень высокая интенсивность. Вы стараетесь очень быстро закончить встречу, которая, возможно, потребует какой-то договоренности, договоренности, потому что, поверьте, не все такие, как вы, да. У кого-то может быть другая структура личности, может быть другие фильтры восприятия. И вы можете потратить больше времени, чем вы считаете необходимым для того, чтобы объяснить какую-либо задачу. Оставляйте этот демпфер, вы будете чувствовать себя от этого комфортнее, да, потому что вы не столкнетесь с тем, что у вас и эту встречу вы не договорили, и другая началась, вы на нее опоздали, да, потому что тогда вот этого происходить не будет. И это не будет приводить к стрессовым ситуациям, будет достаточно комфортно. Следующая очень крутая история для логиков – это организовать свой собственный отпуск. То есть, если вы понимаете, что вы стрессуете, ну, я не буду сейчас говорить признаки стресса, да, это отдельно большая очень тема. Поэтому, если вы хотите, чтобы мы говорили про признаки стресса, оставьте комментарий под данное видео, мы обязательно запишем. Сейчас хочется просто объяснить тот факт, что если вы понимаете сейчас эмоциональный накал, просто остановитесь, выдохните, да, и скажите, окей, хорошо, в следующее лето куда я поеду? И прям начните планировать отпуск, да, то есть, что это за место, как вы туда будете забираться, сколько сейчас стоят туда билеты, какие скидки возможны, какие распродажи, какой кэшбэк можно получить, да, заполученный кэшбэк, какие места вы непосредственно посетите, номера телефонов гостиниц, да, то есть, сайты гостиниц, составьте вот этот вот чек-лист, что вы будете брать в поездку. То есть, прям организуйте полноценную поездку не только для себя, это может быть какой-то сэшн для ваших родных и близких, да, для большой семьи, для ваших друзей. Займитесь, возьмите на себя вот эту вот организацию, это даст очень много энергии, да, и не просто энергии, а благодарности, когда вы это сделаете, составите и представите знакомым, они просто будут говорить и хвалить конкретные вещи, за что они вам благодарны, за что они вас хвалят, за то, что вы вот этот вот большой фронт работы проделали, и в нем будет очень много энергии. Рассказывайте своей семье о своих успехах. Обязательно это нужно делать, рассказывать второй половине, рассказывать детям, рассказывать родителям, родителям жены, да, то есть, рассказывайте об успехах, которые вы сделали, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, да, то есть, я, допустим, по себе могу сказать, да, когда были конфликты, я вот видел, когда у меня Шурин, допустим, он приходил, и меня иногда вот это немножко раздражало, история связанная с тем, о том, что он там сделал какой-то ремонт в знакомых, да, они в новый дом заселились, и его теперь постоянно зовут делать ремонт, да, у него очень много логической энергии, и он мне чуть ли не по шагам рассказывает, где он покупал цемент, по какой цене он купил, какая скидка получил, как быстро он это сделал, как люди ему были благодарны. Я сижу, блин, он теряет мое, но вы понимаете, что ваш близкий человек обладает ею, дайте ему возможность высказаться, похвалите его, потому что для него это важно. И наоборот, если вы являетесь таким человеком, то объясните, что вам это необходимо, вы хотите это высказаться. Ну, и очень большая классная история, которая позволяет выйти из стресса, введите дневник. То есть, для логиков очень круто подходит введение дневника, где вы записываете свои успехи, свои профессиональные успехи, свои успехи в личном плане. Это та история, которой в дальнейшем можно вернуться и перелистать. Я знаю отдельных людей, у которых целое собрание, как у меня книг, у них собрание дневников за 10 лет, которые они исписали со своими успехами. Крутая история, которая подходит людям с логической энергией для того, чтобы выйти быстро из стресса. Следующее, о ком хотелось бы поговорить, люди, у которых большое количество энергии душевного, люди, которые воспринимают мир через фильтры восприятия мира, эмоции. Очень много чувств, эмоций, слез, радости, обнимашек, много телесных прикосновений к себе, к собеседнику. Вот если у вас много душевной энергии, и этим людям сейчас приходится труднее всех. То есть вообще в период ковида, в период неопределенности, нестабильности, когда есть какая-то экзистенциальная угроза, когда есть угроза жизни или потери близких людей, душевный постоянно находятся в стрессе. То есть им плевать на себя, им страшно за своих близких, за своих братьев, сестер, детей, внуков, мам, пап, бабушек, дедушек, за их здоровье, что происходит. И поэтому получается, когда вот это происходит, им еще важно человеческое общение, посидеть по душам, почаевничать, чаи погонять. То есть теплая обстановка. И получается, этого всего лишаются, люди становятся стрессовые, люди становятся негативным мыслящие. Их просто накрывает волна вот этого всего, да, и они попадают в некое такое эмоциональное одиночество. У них некий такой экзистенциальный вопрос любим ли я? И все с этим связано. Поэтому, если вы понимаете, что у вас очень много такой энергии, да, что у вас очень много душевной энергии, чаще говорите домочасам, что вы их любите. Демонстрировать ей заботу, да, то есть опять же, очень важная оговорка. Если вы понимаете, что не вы сами с душевной энергией, а у вас близкий человек с душевной энергией, для него это нормально подойти и обнять. Для него это нормально подойти и сказать я тебя люблю. Это человек, который постоянно будет вынимать мозг, задавать вопрос ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь, ты меня любишь, да, он этот вопрос может взлететь в любой момент из любого места. К этому нужно относиться спокойно и наоборот давать вот эту вот теплоту, если вы видите, знаете, что ваша вторая половинка с таком количеством энергии душевного, да то есть давайте заботу давайте больше обниманий и слов я тебя люблю и вы соответственно тоже давать стоит организовать как минимум раз в неделю такие вечеринки до приглашать и друзей знакомых где вы встречаете привечаете готовить обед делайте заботу тортики приносите обязательно готовить самостоятельно можно что-то самому готовое купить опять же я сейчас размышляю больше как у человека которого в базе много деятеля я не буду сам ничего готовить я пойду куплю там во вкус вилле или в азбуке вкуса там все все готово и понимаю вкусно или из ресторана закажу и сделаю это при этом если человек с душевной энергией это шарлотка это пироги это еда то есть готовьте сами то есть вот это вот заботы с той любовью которой вы обладаете отдавайте ее если есть понимание что допустим супруг не понимает и не осознает то в этом случае приглашайте людей которые вот созвучны которых вы бы хотели видеть это могут быть члены семьи семьи мужа родители родственники или знакомые очень хорошо может помочь позвонить старому другу на школы юности с кем вы давно не общались особенно сейчас позвоните спросите как дела как настроение дайте заботу поддержку да он обязательно даст обратную связь сейчас нет таких кто не даст обратную связь поэтому просто выслушать и поговорить и да то есть позаботьтесь и таком человек которым вы не видите на котором возможно благодарны четвертая история которая может быть полезна это вообще все что связано с каким-то телесными процедурами то есть это баня массаж спа процедуры комфортная обстановка успокаивающая музыка именно прикосновение к телу это можно как там я не знаю поехать куда-либо да так и попросить не знаю там супруга до или супругу сделать соответственно там массаж погладить потрогать пообниматься то есть вот именно телесные прикосновения но и последнее что можно сказать людям у которых много душевной энергии это то чтобы покупать очень комфортные теплые вещи до которые вот окутывают пледики там не знаю свитеры то есть вот такие вот теплые комфортные уютные тапочки какие-то мягкие чтобы дома ходить непосредственно чай и печенюшки такие душевные разговоры найдите человек кого такая же энергия душевная вот поверьте мне очень сильно поможете и себе и другому человеку то есть вы все равно знаете в окружении с кем вам комфортно работать разговоры по телефону душа на то есть опять же вот у меня у сестры например она если звонит она разговаривает час-полтора там много душевной энергии там очень много обнимашек для меня это сложно да то есть я могу лучше там сделать 10 звонков по 10 минут за месяц до она делает один звонок но там на полтора часа если это какой-то близкий человек где там потрепаться можно это на самом деле может быть 10 звонков по полтора часа это тоже нормально для душевных поэтому это тоже нормально это не хорошо и неплохо просто для того чтобы выходить из стресса найдите с кем поговорить да и говорите по душе в сегодняшнем видео я рассказал про то как можно удовлетворить стресс упорного логика и душевного есть еще три типа личности я думаю это мы опубликуем в ближайшее совсем время поэтому подписывайтесь на канал чтобы получить уведомление о выходе новых видео нас отдельный будет блок на канале который посвящен эффективной коммуникации эффективному общению также как выходить из стресса и там соответственно расскажу каким образом можно выходить быстро очень из стресса еще трем типом личности людей это деятель бунтарь и мечтатель сегодня мне на это все на связи был максим петров до свидания пока пока пока